Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр. Автор сотен видео в интернете про здоровье, квинтэссенция которых, профилактика или лечение. И сегодня на этом новом моем канале Школа доктора Скачко решил написать такое видео, чтобы человек утвердился, что ему все-таки нужно. Хочет он заниматься профилактикой различных заболеваний? Либо он готов в любой момент заняться лечением? Возможностей также много. Как для профилактики, так и для лечения. Сегодня достаточно много. Официальная медицина знает около 30 тысяч известных заболеваний. которых можно лечить, а можно предупреждать. И в этом вопросе есть и в лечении, и в профилактике есть общее. Очень много общего. Есть много различий. И вы узнаете, просмотрев это видео до конца. Что же объединяет, на мой взгляд, и профилактику, и лечение? Объединяет необходимость поддерживать правильно обмен веществ. Думаю, с этим вы спорить не будете. А что же вам нужно для поддержания правильного обмена веществ? Медицина также уже все посчитала. Вам нужен обязательно кислород. То есть, как правильно дышать. И буквально в следующем видео вы узнаете, как же это делать правильно. Но кислорода мало. Для полноценного обмена веществ. Для того, чтобы уровень здоровья поддерживать на высоком уровне. И находиться на уровне профилактики. Ну и также кислород нужен будет в случае, если вам необходимо лечение. Фактор номер два, который вам нужен в этом вопросе. Нужно правильно делать. Это знать, как правильно пить воду. Если вы считаете, что достаточно определиться. Вам нужно полтора или два литра воды в сутки. Как многие это рекомендуют. Вы немножко ошибаетесь. На более мощном моем канале. Там на сегодняшний момент более 700 видео. И десятки видео посвящены, как правильно пить воду. Потому как масса особенностей есть. Но вы можете не искать мой тот канал. Со временем такие видео появятся. После того, как я расскажу, как правильно употреблять главный окислитель в кислород. Пойдет серия видео, как правильно пить воду. Далее, еще интереснее. Как правильно питаться. Примерно 500 разных компонентов. Вы должны вносить в свой организм. В режиме реального времени постоянно. В этом случае ваши клетки получают полноценное питание. И работают хорошо. А из клеток состоят органы. Если клетки в органе работают хорошо. То и орган работает хорошо. А из органов и разных тканей состоит ваш организм. Если вы обеспечили правильным питанием каждую клеточку своего организма. И соответственно обеспечили работу органов в своем организме. То и ваш организм имеет право правильно работать. Иными словами, он находится в состоянии здоровья. Если вы все это делаете правильно, то вы занимаетесь чем? Профилактикой. Вы здоровы и занимаетесь профилактикой болезней. В случае, если вы вдруг заболели. Нужно ли обеспечить вам правильное питание? Вопрос, наверное, глупый. Вы понимаете, что в случае болезни вам нужно несколько больше. Помните, как один анекдот. Одно спрашивают евреи. Что ты будешь делать, если ты будешь царем? Буду сшить на дому. Я буду немножко больше, чем царь. Так вот, в случае лечения, вам нужно по умолчанию обеспечить правильное питание. Для всех клеток своего организма. И плюс добавочка. Для лечения, для устранения той проблемы, которая вдруг появилась. Вам нужно еще дополнительное питание. И обычно людей в случае болезни переводят на диетическое питание. Которое более правильное в этом случае. Но! Одного питания мало. Обмен веществ идет не самым простым образом. Конечно, если бы обмен веществ шел только на углеводах. Шикарно! Из углеводов образуются углекислые газы. Мода. Которые легко удаляются. Ну и даже у относительно здорового человека из организма. И без остатка у вас все состоялось правильно. Но! Для обмена веществ вам нужны не только углеводы, как топливо. Как топливо используется. В конце концов и жиры, и белки. А это уже не самое экологически чистое топливо. И в этом случае вам нужно обеспечивать одновременно. Не только профилактику. Вернее, не только правильное питание. То есть употребление кислород, вода и продукты питания. В котором должно состоять примерно 500 разных компонентов. Это белки, жиры, углеводы. Их производные. Потому как у них много разновидностей. Причем все это должно быть как растительного, так и животного происхождения. А также витамины, макро, микроэлементы и другие биологически активные вещества. Вот набор из 500 компонентов должен зайти в организм. Здесь как-то метаболизироваться. И шлаки. Или продукты жизнедеятельности. Конечные продукты жизнедеятельности. Их обычно проще называют шлаки обмена веществ. Или просто шлаки. Вот их нужно своевременно удалять из организма. Если вы все делаете правильно. То есть накормили свой организм. В соответствии с вашим полом, возрастом. Особенностями профессиональной деятельности. Погодными, климатическими, экологическими, генетическими и другими особенностями. И продукты жизнедеятельности, которые образовались в вашем организме, своевременно удалили. Вы реально занимаетесь профилактикой. И вы здоровы. Если у вас не хватает полноценного питания. Или своевременного очищения. Вы со временем попадаете, истощая запас прочности. Попадаете на необходимость лечения. Эти очень важные особенности важно совершать в режиме реального времени. Потому как клетки ваши работают круглый год. И весной, и осенью, и зимой, и летом. Круглые сутки. И утром, и вечером, и ночью. И восстановление происходит в режиме реального времени. Не откладывает организм восстановление к другому периоду времени. Если клетка сейчас не получила все необходимое для того, чтобы она вышла из состояния болезни. Ее обычная иммунная система убивает. И замещается новой клеткой. Вроде как все хорошо. Вроде как организм работает. И все правильно происходит. Да, погибла клетка. В жизни так происходит. Люди живут, стареют, умирают. Появляются в семье новые. Жители, новые члены семьи. Но! В природе клетки бессмертия на сегодняшний момент не заложено. Как только умирает одна клетка, вернее иммунная система, ее убирает. Соседи, соседние клетки, у них включается фактор деления клетки, который называется онкоген. Очень интересный фактор. Клетки делятся. И вроде как появилась молодая клетка, здоровая, работоспособная, которая может работать. Но! От внешних условий зависит, что произойдет с этой клеткой. То ли она будет выполнять функции этого органа, то ли она будет продолжать делиться. И далее. А это называется злокачественная опухоль. Потому как клетки, которые делятся без остановок, фактически не выполняя функции органов. Это зачаток злокачественной опухоли. И каждая гибель старой изношенной клетки приводит к тому, что ваша иммунная система тестируется еще на одну проблему. А способна ли она полноценно контролировать онкоклетки, которые образуются в любом организме. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Их нужно своевременно ударять. Поэтому, если вы не думаете о том, как обеспечить себе правильное питание и своевременное очищение организма, вы не только на болезни попадаете. Вы еще попадаете на самые неприятные болезни, которые многие боятся. Онкология тоже возникает не спонтанно, а по причинам. Поэтому, хотите вы заниматься профилактикой или хотите вы заниматься лечением, это ваш выбор. Но я бы советовал вам заниматься профилактикой. Она имеет свои преимущества. И часть из них вы узнаете прямо сейчас. Что же еще объединяет профилактику и лечение? Так это постоянство необходимых к выполнению действий. Да? Заниматься профилактикой от случая к случаю. Как это предполагается во многих системах очищения организма, оздоровления. Типа мы вас за пять дней, за неделю, за две очистим, оздоровим. Как новая копейка. Идите, живите как хотите. Это пустая трата времени и сил. Потому как свято место пусто не бывает. Как только вас пять дней или неделю очищали, вы попадаете в привычные экологические условия. И очень быстро заполняете свободное место новыми шлаками и токсинами. А частично выполнять рекомендации по лечению, ну еще и опасно для жизни. Если здесь, в данном случае, профилактика предполагает более высокий уровень здоровья. И неправильно ее проводя, вы попадаете на лечение. То в случае неправильного лечения, вы рискуете еще и жизни. Смотрите, хирурга, стоматолога или акушера-гинеколога, которые прекратили свою работу, и решили выполнять свои действия к случая к случаю. Или частично. Ну, заглянул стоматолог в вам рот, есть там проблема с зубами. Ну, там, что-то сделал, стоит, смотрит. А вдруг само пройдет. Или акушер-гинеколог. Вспомнил старые времена, когда женщины рожали детей самостоятельно. Подошел, посмотрел, так. Сама родится. Сложил ручки и ждем. Результат. Ну, может зуб сам запломбироваться. Сомневаюсь. Ребенок родиться может. Но, вспомните опять-таки статистику. Из десяти, трое-четверо переживали первый год жизни. Это не самый лучший вариант сопровождения этой ситуации. Поэтому все-таки, на мой взгляд, лучше, если все это будет происходить под присмотром специалиста. А вот какой у вас образ жизни, он здоровый, нездоровый, либо ваш уникальный, от этого зависит, по большому счету, и во многом ваше здоровье. И такие видео-рекции про разные компоненты, которые вам нужно, не скажу контролировать, просто понимая правильно выполнять. Вы узнаете из видео о моем канале. Заниматься вам профилактикой либо лечением каждый выбор делает за себя и для себя. Конечно, имея исходно достаточно приличный запас прочности, уровень здоровья, подаренный вашими родителями, создаётся иллюзия, что можно ничего не делая прожить жизнь без болезней. Но! Статистика утверждает обратное. Еще ни один человек не умер от старости. Даже долгожители умирают от болезней, так или иначе приобретенных на протяжении своей жизни. А что такое болезни? Это несоответствие вашего образа жизни тем условиям, в которых вы находитесь. И чем жестче несоответствие, тем быстрее и более тяжелые болезни вы приобретаете и активнее сокращаете продолжительность своей жизни. Конечно, человек проживет каждую свою жизнь, но с разной интенсивностью и разной продолжительностью. Огромное значение имеет выбранная лично вами точка отсчета. Когда вы начнете заниматься своим здоровьем? С нового года? С лета? В отпуске? На пенсии? В любом случае это ваш выбор. Но! Напомню, что и пенсии же бывают разные. Одним пенсию выплачивают по возрасту паспортному, то есть дожил, другим по возрасту биологическому, то есть заболел и от инвалидности не умер. Вышел на инвалидность. Это тоже ваш выбор. Но есть еще одна статистика. Половина родившихся в 21 веке не доживет до 50 лет. То есть максимум пенсия по инвалидности, а пенсия по возрасту паспортному это утопия. Поэтому, на мой взгляд, лучше заниматься профилактикой, когда вы молоды и здоровы. То есть с 20-30 лет. Не поздно. В 40-50, если дожили. В 60-70, в 80 не поздно. Но уровень здоровья настолько низок, как правило, что в случае болезни риск умереть слишком велик. Поэтому занимайтесь профилактикой правильно. Не за три дня до смерти, а за три года до болезни. Есть и такое выражение. Правда, если заглянуть в Вордстат, там статистика обратная. Человек назвал себя давненько человек разумный. И в Вордстате слово профилактика запрашивается значительно реже, чем лечение. Если я вас смотивировал все-таки, что лучше заниматься, беречь то, что имеете, чтобы потом либо вы не плакали по утрате, либо по вам не плакали по утрате. Занимайтесь этим правильно. И с этого момента, если вы понимаете, что это все-таки ваш выбор, для вас приобретает жизненно важное значение, очень важный компонент здорового образа жизни, о котором вы узнаете буквально в следующем моем видео на моем канале. А пока, если это видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк на него, отправить своим друзьям, знакомым, родственникам. А я с привычным подписчиком моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения это видео буду заканчивать.